Я уже не раз говорил, что у нас были эксперименты такие нехорошие, я бы сказал, не потому что мы их специально планировали, а так получилось. То есть если вы берете испорченный генетический аппарат, считываете с него информацию и подаете на реципиент, то реципиент погибает. Все основано на поляризациях, то есть на спиновых состояниях фотонов, если кто-то из недоброжелателей, людей, будет использовать такие технологии, значит рано или поздно они будут вынуждены, чтобы достигнуть нехорошего эффекта, использовать поляризацию фотонов. Пока единственный способ как-то подобраться к нашей генетико-метаболической информации, поскольку хромосомы работают на этом принципе, значит они будут манипулировать спиновым состоянием фотонов, потом переводить их в широкополосное поле электромагнитное и вот эта спиновная составляющая этого поля, она будет, так сказать, работать как некая несущая разрушение сила, которая будет убивать все живое. В том числе человека. Значит единственный способ, совершенно я абстрактно говорю, значит противопоставить вот этой поляризации негативной, которая несет негативную информацию, нечто деполяризующее, это вопрос уже к физикам. Как они смогут вот это поле, которое падает на нас и нас потенциально может убить, вот так как мы случайно, не предполагая так убивали растения на расстоянии 6 километров, передавая информацию из института в институт, на самом деле мы подавали это все на, как говорится, на весь белый свет. Да, поскольку у нас была узкая группа растений, определенная генетическая линия, то действовало только на них. А в принципе, значит, можно урожая уничтожать от противника, можно прямо на людей воздействовать. У нас был такой случай, когда человек-сотрудник чуть не погиб, который с нами работал, он со мной работает. Когда мы подали испорченную генетическую информацию, а ее можно намеренно испортить. Значит, противостоять этому можно только одним путем. Нормализовать спиновое состояние или поляризационное состояние падающих на нас излучений, которое несет негативную информацию. Вот и все. Как это технически достигнуть, это вопрос к физике, не к нам. Я даю общую установку, как организовать вот такой генетический щит. Потому что если будет осуществлено нападение, так сказать, на нас, или на любую другую страну, то сейчас никто не знает, как защищаться. Может быть, кто-то и знает. У меня нет информации по этому поводу. Наверняка идут закрытые следы.